Галь, неси оргазм на шестую кассу. Смотри, мы сейчас будем водить. Я визажист. Так, хорошо. Точно. Я предпочитаю ходить с голым лицом, чтобы не тратиться на косметику. Активный румянец, переходящий в бровь, уходящий с брови на глаз. Это неправильно. Это неправильно. Стоп, стоп. Всем привет, вы находитесь на YouTube-канале Гламур. Сегодня у меня, точнее, на YouTube-канале Гламур. Ведь мы же находимся где? На YouTube-канале Гламур, я только что сказал. А в гостях Сюзанна. Всем привет. Привет, Геворг. Ну и Геворг, вот. Как-то так. Сегодня мы с вами будем обсуждать тренды 20-21. Почему? Потому что 20-20 ушел. Все, пока. Сегодня в этом ролике мы обсудим макияж. Обсудим, какой макияж на самом деле любит Сюзанна. 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 Давай переговорим. Ну это как Геворг и Геворг. Вообще у меня дизлексия, я могу иногда говорить это. Это знаешь, как писал письмо Санте и прислал Татане, да? Да, да. То есть я могу иногда буквы местами менять. Это нормально, у меня тоже дизлексия. Гегровг. А мне в последний раз, кстати, в Старбаксе написали Геврок. Я подумал, что это прикольно. Ну типа как Е-рок. Так мы будем все-таки обсуждать какой-то макияж на самом деле любишь? Хочется раскрыть этот секрет. Да, давай отойдем от ухоженного, центрального, столичного макияжа, который нам всем так нравится. Свежак, боже какой свежак. Мы это отодвигаем в сторону. Так, убираем все румяна. Да, бросаем хайлайтер. Бросаем хайлайтер. Ну так, аккуратно, чтобы потом забрать можно было сейчас. Конечно, я аккуратно, аккуратно. Это имитация, без как. И мне нравится, вот у тебя здесь есть, извини, залезанный твой сковород. Да, конечно. А это общее. Стразики. Нету моей двери. Стразы. Вот это прекрасно мы можем создать. Мы можем создать искусственный ландшафт на лице. Пинцет. Клей, пинцет и талант Геворга. Приходите, приходите. Ты что же говоришь? Я просто немножечко даю ласки словесной. Хорошо. Хорошо. Значит, мы уже определились, что на самом деле твое любимое – это инородные объекты. Инородные объекты на лице. Да. Будем так красиво. Совершенно верно. Я вообще диски люблю. Мне нравится именно это стилистика. Все такое блестящее. Слушай, это подходит к 20-21. Ярко, свеже. Потому что в целом люди устали. Ну, понятно, что типа свежесть, натуральность – это классика. Два тренда отслеживаются на неделях моды относительно макияжа. Либо акцент на свежесть, натуральность, веснушки, подчеркнуть брови, реснички и естественность. Либо наоборот, нарочитая эксклюзивность, индивидуальность и, ну, вы понимаете, да, нарочитое количество теней, румян, странные формы, креативный подход. Инородные объекты на лице. Мы ее не отрицаем. Она, к сожалению, всегда в тренде. К сожалению. Но умопомрачительная должна быть. Умопомрачительная свежесть? Ну, такая свежесть, как леденцы яркие должна быть. Экстремальное количество румян? Экстремальное. Могут быть даже переходы в румянах, знаешь, когда их просто растягивают дрейпинг. Но мне нравится прям дрейпинг по 80-м, когда это все заходит на глаза, на среднюю часть лица. Вот, 80-е. Достаточно актуальная тема. Люди такие, типа, ну, как люди, дети, которым сейчас 19 лет, они такие, ого, ничего себе, 80-е, это так свежо и необычно. А моя мама с папой такие, ну, мы как-то... Мы уже бросили. Мы уже бросили это, это уже не в тренде. 15 лет назад. Но все снова циклично, мозг циклично, все возвращается, понимаешь, да? Соответственно, активный румянец, переходящий в бровь, уходящий с брови на глаз. В холодных оттенках или в ярких, кстати, тоже интересно. Слушай, там можно делать либо прям вот насыщенно... Желтый, зеленый, голубой. Из одного в другой. Переход цветовой, да. Желтый, тут вахнуло так немножко порозовее. Вот это меня привлекает, да. Интересно, да? Интересно. Но это делать мы не будем. Ну, знаешь, это выглядит как какой-нибудь домашний попугай, которого ты очень любишь из-за расцветки. Блин, у меня никогда не было попугая. У тебя были? Да. Он умер. Я очень расстроилась. Умер он рано слишком. То есть я в своем шестилетнем возрасте не могла смириться с потерей. Мы сможем грудь на музыку поставить? Да. Спасибо. Сколько тебе было? Лет шесть, наверное, семь. Это, наверное, была первая травма, да? Одна из первых цветных животных. И потом были хомячки, конечно же. Два один за другим. А крас был красивый? Да. Ну, типа 20 цветов? Можем его симулировать. Хомячий окрас. Хомячий окрас? И народные структуры. Я предлагаю, знаешь, что делать? Я предлагаю нам с тобой воспользоваться немножечко... Мозгом. Мозгом. Ну, хотелось бы, наконец-то, хотя бы в 2021 начать им пользоваться, но это не точно. Да. Ну, ты понимаешь, знаешь, это сложно, это надо уметь. Вот. Я предлагаю тебе, на самом деле, мы сейчас с тобой вместе нанесем румяна. Это будет наш с тобой бейс. И секрет. И секрет. Я бы сказала, знаешь как? Бьюти секрет. Это будет наш с тобой. Мы нанесем с тобой румяна. Дальше мы это все зафиксируем двумя оттеночками. Перейдем к глазам. А потом на эту основу выстроим инородные объекты в красивый силуэт, который с щек будет переходить к глазам. А потом твои глаза такие типа... Ладно, мы можем начать. Давай начинать. Давай. Не терпится. Не терпится. Значит, мы будем сейчас с тобой наносить кремовую сначала штуку. Что-нибудь отсюда тебе знакомо или нет? Слушай, все знакомо. Все знакомо. Я женского пола, поэтому я в курсе всех брендов. Так, я предлагаю нанести тебе чуть-чуть кремовую штучку в качестве подложки. Что такое подложка? Зачем она нужна для тех, кто в танке? Или не знает, не разбирается. Для тех, кто в танке, что вообще такая подложка? Значит, у нас есть две текстуры в макияже. Кто она? Почему? Кто она? Две текстуры в макияже. Две текстуры. Сухая и кремовая. Вот я сейчас фигачу тебе кремовую. Все такие, а, ничего себе. То есть, она как бы сильно ничего не делает, но она поможет нам с тобой склеить сухие продукты. Мужика. Ну, и мужика, конечно. Нам с тобой. Зависит от количества. Ты же понимаешь, да? Сейчас чуть-чуть вниз смотрим. Значит, смотри, мы переходим с тобой уже вот эти вот 80-е, draping, you know, вот это вот все. Чуть-чуть вот так, сяк, легкими похлапывающими движениями. Хлап-хлап. Хлап-хлап. Так, у нас уже есть цветовая дымка. И надо бы продублировать это на вторую сторону. Хорошо. Я достаточно патетично развернулась. Я считаю, что это достаточно пластично для бьюти. Для бьюти фиксации? И знаешь, по Фреду есть фиксации всякие такие, которые лучше произносить не стоят. Это какие? Ну, у Фреда там все однозначно. А, знаешь, как можно еще немножечко вот так? Пипс. Носик. Что это такое? В любом возрасте любви. Мы срезали тебе неподвижный век. Ты в шоке? Ну, визуально, конечно, мы же не хирурги. Слушай, это дешево сердито. Это правда. Но не то, чтобы дешево, извините, это дорого стоит, это денег стоит. Сколько это стоит? Ну, где-то 3,5 тысячи. Дорого. Ну, дорого, согласись. Я предпочитаю ходить с голым лицом, чтобы не тратиться на косметику. На самом деле никаких бьюти-секретов. Кроме экономии. Никаких бьюти-секретов, кроме экономии. Продублировала. Вы запомнили? Надеюсь, это въело тебе ваш мозг. И уже влияет на клеточном уровне, на ваши траты. Да. Вот тут вот мы подтянем еще чуть-чуть. Подтяжка лица. Ага. Значит, смотри, это у нас с тобой вот только основа. Ты закончила? Бейс. Ты закончила? Нет. Ты продолжаешь? А что это за кисть? Честно говоря... Она именно для того, чтобы работать с влажной текстурой? Ну, вообще, это моя кисточка. Это классная кисточка. Но чем она отличается от других кисточек, которыми нельзя работать с влажной текстурой? Например, ничем? Ты визажист. Подожди. А, точно. Блин, я визажист. Так. Хорошо. Ты должен знать. Точно, молодец. Может быть, я верну тебе ее в руки и... О, все знания пришли обратно. Да, все вернется. Смотри, значит, это кисть синтезическая, и она помогает растушевывать и кремовые, и сухие текстуры. И, исходя из этого, я могу сейчас тебе сделать базу из крема и хрумен, а потом залезть во что-нибудь сухое и такой... И оба продукта будут взаимодействовать с твоим лицом. Вопрос. Ты так аппетитно елозишь меня по лицу кисточкой, что я хочу поелозить по твоему, по тем же направлениям. Но я предлагаю чистую кисточку. Давай чистую. Желательно. Не, ну не моей, конечно же, это же... Это вопрос о гигиене, девочки, не пользуйтесь чужими кисточками. Давай попробуем. Тем более в продукте, там столько всего насобиралось на вечеринку на вашем лице. Так, а ты хочешь такой оттенок? Может, смотри. Какой оттенок ты мне предлагаешь? А давай мне кофейный. Сейчас. У нас будут разные оттенки, но схема будет такая же. Вот. Чоколы. Что я должна сделать? Какими движениями я набираю продукт на кисть? Вот такими? Елозищами, да, такими. Поступательно, растирательно. Это кисть. А кисть по продукту, а по лицу как? Круговые и усаживающие. Усатые. Ты как будто пытаешься эту красоту усадить мне на лицо. Получит? Так, то есть я не вбиваю, а именно... Ну, сначала круголя, а потом можно вбить. Вот так. Вот как мне тебе помочь? Вот так, вот так. Помогай мне, как в первый раз ты направился. То есть я иду по скуле. И вверх по косточке над бровью иду, правильно? А потом в какой-то момент хоп, залезла в глаза. Значит, что буршало под бровями. Сюда залезла? Ну, вот сюда, сюда. Вот сюда именно, да? Да, да. Затемляем неподвижный век, и у нас получается... Закрой глаз. Видишь, я уже справляюсь, я командую как визажист. Это было очень реалистично, кстати. Я в какой-то момент подумал, что все уже сейчас. Все поменялось. Все поменялось. Ну, посмотри на меня, ну-ка. Я там в камере вижу. Очень хорошо. Ну, слушай, если ты в камере видишь, тебя не тошнит от моего мастерства. Я готов принять все, что ты будешь своими руками. Все то, что ты будешь своими руками, точка. Это новый текст для попсовой песни. Я думаю, что для шансона о любви к женщине. Я люблю все, что ты... А ты пила с моими руками? Слушай, ну, всякое бывает в жизни. Особенно, если вдруг люди пьют алкоголь. Ну, когда-то я пила алкоголь, сейчас я не пью, никому не рекомендую, потому что шансон самый продаваемый жанр в России. Ну, слушай, я могу сказать, что я гив-рок. Почти, да? Я твое ультер-эго. Я могу делать вот так? Чуть-чуть. И чуть-чуть сюда. И сюда, и сюда, и сюда. И вот здесь. Все, я закончила. Владислав, ты. Так, отлично. Я считаю, что у нас пока... Еще немного. Мы идем на уровне. Значит, теперь вводим цвет и сухие текстуры. Сейчас у нас было кремовое. Класс. Я могу это отставить. Подложка. Нанесена. Да, значит, я предлагаю. А как ты относишься к оргазму? Не имею к нему никакого отношения. Слушай, просто дело в том, что у нас есть румяна в оттенке. Оргазмы, да, довольно такие. Довольно популярные. Мне кажется, больше ни о чем никто не думает. Только... Только румяна. Естественно. То есть, если оргазм, то это порошок розовый, который освежает твое лицо. Больше ничего. По щекам. По щекам, да. Значит, что? Я предлагаю, значит, взять сейчас оргазм и начать наслаивать. Один. Оргазм. Одна штука в наличии. Галь, прикинь на кассе, да? Галь, неси оргазм на шестую кассу. Вот если... Есть на складе. В магазинах, знаешь? На складе нет. Да что ж такое-то? Представляешь, вот такой диалог. Ты не размажешь мою работу? Я даже смывать это не буду. Я потом неделю ходить так буду. Ну, правда. Нет, а представь вот ситуацию, если бы... Ты стряхиваешь об крышечку. Об крышечку, об зеркало. Надо стряхивать об зеркало, чтобы меньше продуктов. Представь ситуацию, если бы люди... Мы добавляем сверху румяна на базу из... Из кремового продукта, кремового румяна. Из жирного. Жирных. Продукта блестящего. Поворачиваюсь, демонстрирую. Геворг. Геворг. Ну, чтобы потом это зацемплировать, вы понимаете? Несколько раз, чтобы он сказал геворг. 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 И это хорошо заветит. Хочешь потом бит сделать? Да, я хочу сделать бит. Однозначно. Тебе нравится этот бальзам? Слушай, по-моему, это... Я просто его взял, потому что он милый. Да, а я, в принципе, косметику так и собираю. Знаешь, такой, о, прикольный череп. О, прикольная девчонка на упаковке. Натема. Кажется, она похожа на мою соседку, с которой мы кушали пирожки. Осетинские, надеюсь? Между пролетом. Жадно. Кушали пирожки. Осетинские? Ну да, мне кажется. Осетинские, да. У нас же с тобой нет финального образа, как бы, поэтому он сейчас пока такой, знаешь, типа, наметка. Слушай, ну вот у меня была кисть, с которой я тебе с жиром там... Смотри, это плотно набитая кисточка, она для всего кремового. Отсвечивала. То есть я могу залезть вот этим жиром в твой оргазм? Нет. Знаешь почему? Ты можешь, я тебе разрешаю, но технически оно просто вот кружочками, пятнами ляжет. Нам нужно что-то вот такое, видишь? Это неправильно. Это факеловидное. Это неправильно. Стоп, стоп, хватит так делать. Вот там же что-то факеловидное. Это мы утилизируем в мой колокольчик. Вот сюда поставим. Это специальное? Помоечное. 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 А здесь как я набираю? Вот так? Слушай, ну вот так. А просто на свой пиджак натрясти, да, нужно? А потом это зеркало. Перфект. А как я наношу? Я просто, может быть, не знаю. Знаешь, как будто... С поверх жирной текстуры как я наношу? Какими движениями? Как будто котик такой. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Слушай, а можно конкретнее какому механическое воздействие? Какое должно быть? Легкими, утаптывающими, похлаптывающими. То есть я могу делать вот так вот? Можешь и сильнее, я люблю и посильнее. Это все похоже на какую-то сексуализацию. Нет, не может быть. Нет, не может быть. Все, все. Ты уже записываешь песни, как все ютуберы? Или нет? Тиктокеры. Ой, прости, ты моложе, я поняла. Ютуберы уже не записывают песни, это уже, типа, старый трач, тиктокер записывают. Все, значит, ты тиктокер теперь. А вот как ты относишься к тому, что, типа, вот дети, которые еще месяц назад открывали рот под чужие песни, сейчас поют свои песни? Нет, дети, которые еще месяц назад... Были детьми, да? Были детьми без зубов. А сейчас записывают песни. Да. Ну, слушай, я абсолютно никак к этому не отношусь. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало? То есть, по сути, люди зарабатывают себе аудиторию, деньги, деньги работают со своей самооценкой, улучшаются в своих параметрах улучшений. Вот. Это же прекрасно, стремление к совершенству. Я как к этому отношусь? Да никак, я занимаюсь своими делами. Собственно, всем желаю заниматься своими делами качественно, вовлеченно и сконцентрированно. Как бы все, ребят. Всем тиктокерам. Hi. Peace, love. Peace. And love. Так, что это? Ты-ка-дык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Давай я буду тебе сам. Ты-ка-дык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Хорошо или нет? Это достаточно хорошо. Я думаю, хорошо. Для тебя? Ну, для меня идеально, я бы сказал. Угу. Ты находишь новые способы решения нанесения. Новые участки, да? Ну, слушай, они, по-моему, старые как мир. Могу на ушки нанесите, хочешь? Ну, мне очень нравится. Будешь фавным с румяными ушками. Слушай, мы достали хайлайтер. У нас есть в итоге. Итого. У нас есть две кисточки. Так. Одна в твоем лице, а другая в моем лице. В духе твоего лица. В духе моего лица. Вот. Так, и второй сейчас глазик. Я, собственно, усиливала. Это еще одна кисточка? Слушай, а кисточка поменьше. Для более детальной проработки я подбровное пространство усиливаю теми же румянами. Усиливаешь? Усиливаю вообще. Теперь оно сильнее стало. Оно стало настолько сильнее, что это вообще… Оно может держать потолок. Почти как этот. Как Атлант. Атлант. Да, вот я бы хотела быстрее сказать, чем ты это слово. Но здорово, что ты это первое заметила, а не я. Такие моменты чувствую себя максимально тупым. Знаешь, когда пытаешься вспомнить какое-то слово, ты такой, ну, ну это, это. И образ слова есть, а формы нет. Да. А здесь я делаю вот так. Подожди, а где я тебе выделяю? Там, где я делаю? Отсюда, до сюда все, что внутри глаза, но не на подвижном, а на неподвижном. Фу, я же думала, я уже ошиблась. Неподвижная века и вот с серединой бородины. Да, секрет этого макияжа в том, что у нас один цвет, поэтому просто где-то мы с тобой наносим легче, да, большой, пушистенькой, факеловидной, да, кисточкой, чтобы легко легло. А вот тут мы с тобой не бочонком, а пушистой кисточкой. Это вы достаточно, как ты думаешь, или еще добавить? Посмотри. Чуть-чуть еще можно. Еще больше? Да, ты как-то стесняешься. Нет, я не стесняюсь, я не хочу тебя перерозовить. Ну ты вот к бьюти, к косметике прям спокойно, или у тебя была аддикция в какой-то момент? Аддикция, тебе нравится это слово? Да, мне нравится. Ну, слушай. Ну, ты считаешь, это одно из маленьких умных слов, которые у меня есть в моем словаре, поэтому я пытаюсь их продвигать как можно чаще. Как маленький умный человек? Ну да. Я продвигаю маленькие умные слова. С моего маленького умного словаря. Умник. Так, слушай, ну тут получилось резавейно много. Так давай и вторую добавим. Да, видишь, как я сделала? Так что там с своими аддикциями на косметику? Ну, слушай, я... Не было никогда? Ну, скупала я. Ты четко помнишь этот период, когда руки трясутся, ты смотришь на тоналку Мэйбеллина и такая, хочу, не хочу. Или не было такого? Да, Мэйбеллин, кстати, была... Я прям попал, угадал? Генеральным спонсором моих требований к моему отцу, который приехал впервые за 15 лет, я познакомилась с ним, решила, что он должен покупать мне косметику, потому что он очень много времени впустую не финансировал мои девичьи детские запросы. У меня на пальце шелухня, по словам Геворга, от бренда Wet n Wild, ну, то есть это такая чешуя, на которую можно прикрепить что-нибудь более значительное. Вот, кстати, это опять же, типа, сначала кремовая текстура, понимаешь, да? Сначала крем, а потом... Сверху мы любим сухую. А это сухая текстура? Да. Это клоранс или... Клоранс. В сумме укладывать. А я, знаешь, официально в воздух сделаю, типа, пари-с, чтобы если там нет эс, потом на монтаже вырезут. Вырезут. Естественно. Потом на монтаже вырезут. Все, хорошо. Короче, этот пальчик нужно вытереть, а вы что-нибудь есть, чтобы вытереть? Да, конечно, об меня. Сейчас, секундочку. Так, держи. Смотри, мы сейчас будем водить. Тебе выводить свечение на глаза и на некоторые участки. Поэтому сначала мы зададим легкую матовость в центре, а потом бахнем свечение. А, легкая матовость в центре. Матовый центр. Центр матовый, а все остальные жирные. А черни жирные. Да, у нас будут жирненькие глазки. Типа, те, кто живут дальше от центра, они уже не такие матовые, да? Ну, те, что на МЦК. Мы всерьез, не подумайте, что... Это значит так. Я вообще из маленького городка, в котором 130 тысяч жителей максимум. Мне кажется, ты уже, по-моему, в Инстаграме, они уже все у тебя там есть, да? Да, это все Керчь. Так, сейчас мы на меню. Еще, еще, еще. И чуть-чуть вешал. Стоп, налезь, закрывай глазик. Не открывай, потому что не боись. Так, значит, вот с дыма тебе бахнем. Не плачь, не бойся, не проти. И успокойся. И успокойся, да. Это самое главное. Ой, ну ладно. Ой, ну ладно. Так, значит, нам нужно вот сюда. Только не нюхай, это клей. Не нюхай клей. Больше, знаешь, за кулисами. Не нюхай больше клей. Это из двухтысячных. Это не тренд сейчас. Мы в 2021. Прекрати нюхать клей. Так, 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 сейчас сфокусировались. Будете получать. Так, теперь, значит, смотри. Ненавистный тобой хайлайтер. Мы наносим его. Почему ненавистный сразу? Я его выбросила, но он здесь. Он ненавистный, но он не хайлайтер. Ну вот мы его на глаза нанесем. На глаза это тени. Чтобы экстремальное свечение. Ну, они же любят этот мультифункционал средство. Мультифункциональный. Ты думаешь, да нет же. Вы заявляли это как хайлайтер. Прикинь, я просто придумала, что он такой сидимый по пояс бомжи на самом деле. То есть мы облагораживаем только все, что выше пояса. Но это зум-конференция. У тебя не было зум-периода? Не было, слава богу. Я в основном полностью мытая. Выхожу в зум. Я выхожу в зум после душа. У меня всегда влажные валутики. Запомни, это раз не всегда. Ты мне так показалась как раз с палочкой. Это очень странно. Боже мой, такое впечатление, что ты пытаешься взаимодействовать с летучей мышью. Почему? Типа, это палочка. Ты пытаешься придерживать, она такая. Я не здесь. Давай попробуем обозначить, что за макияж мы сделали сегодня. Я тебе не намазала всем, чем нужно было, но ты справишься. Ты визажист. Я думаю, я справлюсь. Это правда. Ты визажист. Ну, по крайней мере, мне так мама говорит, знаешь. Ты визажист. Самая красивая. Я говорю, блин, спасибо, мама. Итак. Мы нанесли с тобой дрейпинг, собственно. У нас была кремовая основа. Потом мы нанесли один цвет. Потом, смотри, в самом конце ты не заметила. Я взял цвет поярче. И прям вот на твои ягодки, на твои щечки, вот эти вот яблочки. Сфокусировался, я такой. Только вторую сторону я не уверен, что я сделаю. Ладно, давай. Вот. Вот. Хорошо. Хорошо. Мы нанесли сияющий шиммер на все подвижное веко. Что такое шиммер? Ну, это сияющие мелкие частицы. Такие близкочки, такие штучки-дрючки сияющие. Мы нанесли их тебе на все подвижное веко. Вышли немножечко в уголок, чтобы никто не уволок. И что мы скажем? Это трендовый. Мы скажем, что на самом деле можно сделать любой макияж. Относительно трендовый. Относительно трендовый макияж. Сегодняшнего утра. Ну, не утра. Почему утро-то? Утро. Вдруг кто-то вечером захочет так выйти. Или утра. А вечером? Вечером тоже можно. Вечером можно, нужно больше блесток светить. Правильно. Да. Вообще, в 2021 хочется попросить вас всех подходить к макияжу более креативно, да, искать новые решения. Ну что, вот такой вот у нас с тобой получился относительно креативный. Но, эксклюзивно, инклюзивно, не наивный, но миленький макияж. Но наивный. Чуть-чуть. Наивный оканчивается, но не наивный. Мы это обсуждали уже много раз. Запомните. Инклюзивность, эксклюзивность, все слова наивность, но не наивность. Нет. С вами был Геворг, я Сюзанна. И это макияж для гламур. Бьюти-экспериментов вам. Пока. Ты дуешь? Пока. Успел? Молодец. Очень хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok